Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы хотели бы поговорить о ситуации внутри нашей страны. В этом году, как вы все знаете, весной на выборах Путина мы выбирали Владимира Владимировича Путина. Сейчас, совсем недавно, прошли очередной виток демократии и прав человека, а именно выборы в определенных регионах России, губернаторов, депутатов областных собраний, районных и т.д. Всего в прошедших выборах приняло участие 22 региона России. И вот что интересно, на прошедших выборах явка была очень низкая. О чем это говорит? Это говорит только о том, что народ потерял веру в выборы, и как бы непонятно, к чему это все приведет. Потому что в определенных регионах выборы признаны несостоявшимися и перенесены на следующий этап проведения. Явка, повторюсь, опять же, была очень низкая. Во многих регионах выборы все-таки признаны состоявшимися. Но что такое выборы? Что они нам дают? А именно, я вам сейчас расскажу. Выборы это такой, своего рода, ритуальный акт, который позволяет власти поддерживать свою легитимность, законность, и, так сказать, разделять и властвовать далее. По большому счету, выборы не направлены ни на улучшение, ни на ухудшение благосостояния, материальное положение, всего подобного населения. Выборы признаны только для того, чтобы сохранить законность действующей власти. Выборы, в отличие от референдума, никогда ни в одной стране меры за все существование выборов никогда не ставили вопросы принципиальной государственной важности о поддержании или создании национальных интересов, дальнейшего вектора развития, смене действующей системы власти, переустройство государства и так далее и тому подобное. Так вот, явка показывает, что многие не верят в выборы, и люди начинают сомневаться в действительности всего происходящего. Поэтому в этот день, именно 9 сентября, день проведения выборов, в стране прошли массовые митинги и акции протестов, связанные с недавно произошедшей в России пенсионной реформой, где очень ярко показали себя многие деятели Государственной Думы, различные члены правительств и так далее и тому подобное. Как будет дальше разворачиваться ситуация, мы пока не знаем, но будем следить за событиями. А на сегодня все. Всего доброго. До свидания.